Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Дмитрий Азаров проверил работу нового отделения медицинской реабилитации в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Оно было отремонтировано за 8 месяцев по поручению главы региона. В отделении провели капремонт, закупили свыше 100 единиц нового современного оборудования, сформировали мультидисциплинарную реабилитационную команду из неврологов, физиотерапевтов, логопедов, массажистов и психологов. Сегодня они помогают восстанавливаться защитникам Отечества. Общаясь с пациентами, Дмитрий Азаров подчеркнул, отделение создано для реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, а также для сохранения здоровья ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. В Самаре были внесены изменения в правила застройки и землепользования городского округа Самара. Они связаны с определением границ территорий, для которых предусматривается процедура согласования архитектурно-градостроительного облика, объектов капитального строительства. В обсуждении приняла участие глава города Елена Лапушкина. Все подробности в нашем сюжете. Город красивый и комфортный для работы и отдыха. В России изменился порядок согласования архитектурного облика зданий. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в прошлом году. Но чтобы согласовать архитектурно-градостроительный облик, необходимо создать правовые условия. Муниципалитеты должны внести соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Проект изменений прошел общественное обсуждение и сегодня был вынесен на рассмотрение депутатами городской думы. В заседании приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Депутаты внесение изменений поддержали. Кто за то, чтобы принять данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто сдержался. Изменения в правила землепользования и застройки позволят определить границы территорий, для которых предусматривается процедура согласования архитектурно-градостроительного облика. Это, прежде всего, позволит поднять стандарт тех объектов, которые строятся на территории города, улучшить их архитектурный облик. Но делать это необходимо неволюнитуристически, а комиссионно, на основе рассмотрения этих предложений людьми, которые определенной компетенцией обладают в этом вопросе, и на основе тех конкретных требований, которые понятны и застройщикам, и архитекторам, так как они обязаны будут эти требования соблюдать. Регламент определяет требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам зданий. Могут быть установлены также требования к цветовым решениям, к отделочным и строительным материалам, к размещению оборудования на фасадах и кровлях, к подсветке фасадов. Это будет касаться новых объектов, либо тех, которые реконструируются. Следующий этап – работа над проектом регламента об оказании муниципальной услуги по согласованию архитектурно-градостроительного облика. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Результативность работ по уборке снега с городских улиц и противогололедной обработки, а также переключение части потребителей Кубишевского района на новую котельную – эти темы стали основными для обсуждения на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Совещание провел замглавы города, руководитель профильного департамента Александр Андреянов. Какие поручения были даны службам благоустройства, подрядчикам, районным администрациям, управляющим и ресурсоснабжающим организациям – в нашем сюжете. Выполнение актуальных сезонных задач в центре внимания. В Самаре продолжается уборка снега с городских улиц. На еженедельном совещании в профильном ведомстве была дана оценка результативности работ служб благоустройства. Менее чем за две недели февраля в городе выпало почти 27 мм осадков, что составляет 61% от месячной нормы. В том числе почти 5 мм добавились за минувшую ночь. Осадки синоптики прогнозируют и на 14 февраля. Поэтому снегоуборочные работы не останавливаются. Они организованы в круглосуточном режиме, как и контроль за обработкой, расчисткой территории и вывозом снежных накоплений. На текущий день основная задача, несмотря на то, что у нас в принципе будет поток в городе транспорта, это максимальная очистка проезжей части щетками и при необходимости обработка отдельных участков с угололедными материалами, где уже успел схватиться снег и щетками не берется. По прогнозам синоптиков на смену осадкам придут крепкие морозы. Задача – как можно лучше очистить улицы от снега до его замерзания. В дневную смену 13 февраля в уборке всех городских территорий задействованы 339 единиц техники и 3281 человек. Это дворники и другие уборщики. Всего же за предыдущие сутки выход персонала составил 3351 человек, а для механизированной расчистки, погрузки и вывоза снега направили 578 машин. С начала зимнего сезона на специализированные площадки вывезено более 300 тысяч тонн снега. Подтаявший после обработки антигололедными материалами снег сметается с проезжих частей и тротуаров. На совещании отметили, что на отдельных участках рыхлый снег сметен не полностью. В связи с этим поручено дочистить территории, чтобы потом не было накатов и гололедицы. Особое внимание подходам к остановкам и пешеходным переходам, тротуарам, а также участкам вблизи социальных учреждений и автодорогам с интенсивным движением маршрутами общественного транспорта. На следующей неделе для улучшения водоотведения и снижения рисков подтопления городских дорог стартуют работы по прочистке ливневых канализаций. Это ежегодные мероприятия, которые проводятся в преддверии периода активного таяния снега. У нас есть отдельные участки, где, в принципе, зимой при таянии снега, при работе антиглобных материалов скапливается вода. На одних участках получается налить, препятствующая, закрывающая общий створ трубы. На данных участках инженерная система шляет пролив горячей водой. Основная задача сейчас предприятия – к этому моменту произвести очистку. Нужно быть приемников убрать, если рядом на них образовалась снежная куча, то есть обеспечить к ним доступ. Тем временем продолжается отопительный сезон. Подключение части жилых домов в Куйбышевском районе Самары к новой мощной котельной стало еще одной темой еженедельного совещания. На сегодняшний день к построенной котельной уже подключены более 80% запланированных потребителей. Как сообщили в профильном департаменте, оставшиеся 25 домов в 25-м квартале, которые сейчас питаются от другой котельной, планируют переключить в конце месяца, чтобы максимально улучшить качество теплоносителя. Для этого управляющим компаниям и ТСЖ необходимо произвести подготовительные работы. Сейчас идут непосредственно регулировочные работы непосредственно по управляющим компаниям и ТСЖ. Внутри домов выставляются регулировочные шайбы, приводятся в соответствие непосредственно с переключением элеваторные узлы, приводится свое оборудование в жилых домах непосредственно в соответствие для того, чтобы не нарушить гидравлический режим, который влияет на качество предоставления теплоснабжения. После комплекса необходимых работ подключение домов к новому источнику подачи тепла станет возможным при оптимальных погодных условиях. Температура воздуха должна составлять не ниже 5 градусов. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Самарская область вошла в топ-10 российских регионов-лидеров по качеству жизни. В федеральном рейтинге первые места традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При оценке эксперты учитывали 66 показателей разных аспектов и условий жизни, а также ситуации в социальной сфере. Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится почти 50% суммарного валового регионального продукта субъектов страны. В этих регионах проживают 49,5 миллионов человек или 34% всего населения России. В прошлом году в этом рейтинге Самарская область также входила в десятку лучших регионов. В Самарской области назначили нового министра спорта. Пост заняла Лидия Рогожинская. С июня 22-го года она временно исполняла обязанности министра. До этого с марта 21-го по июнь 22-го года министерство возглавлял Сергей Кобылянский. До начала 90-х он успел сменить профессии таксиста, шлифовщика, кузнеца, слесаря, сантехника и электрика. А сейчас известен как российских блогер, писатель, публицист, переводчик. В Самарском университете имени Королева со студентами встретился Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом «Гоблин». В чем секрет его успеха у молодежи в нашем сюжете. Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом «Гоблин», студенты Самарского университета имени Королева, приветствуют аплодисментами. Некоторые из пришедших на встречу учатся в других учебных заведениях, как, например, Андрей Валюнин. Я уже очень долгое время смотрю его видео. Так получилось, что у меня нет отца, и просмотр как раз этих видео помогает мне восполнить недостающие пробелы в мужском воспитании. Дмитрий Юрьевич цепляет своими консервативными взглядами, потому что я тоже их придерживаюсь, в отличие от многих моих сверстников. И в нем есть что-то стальное в его характере, как раз чего, может быть, мне не хватает, поэтому я пытаюсь перенять. До начала 90-х «Гоблин» успел сменить профессию таксиста, шлифовщика, кузнеца, слесаря, сантехника, электрика, кинолога, библиотекаря, помощника-бурильщика, инженера, гидрогеолога. Сейчас он известен как российский блогер, писатель, публицист, переводчик, член общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Дмитрию Пучкову 61 год, свою популярность у молодежи, он объясняет тем, что никогда не обманывает свою аудиторию. Дети, они беззащитные перед всякими взрослыми сволочами, их от этого надо ограждать. Попытки внедриться в детское сознание со своими Гарри Поттерами, Эриками и Морти, ну, в общем-то, надо пресекать. Вы куда их ведете, этих детей? Это же как этот, как он на дудочке заиграл и всех детей из города увел. Дудочку надо отнять, дудеть, запретить детей учить разумному, доброму вечному. Это человек, который, по сути дела, определил взгляд на сегодняшний день целого поколения. Это взгляд человека, который патриотичный, человек, который четко артикулирует происходящее на сегодняшний момент. И главное, он никогда не допускает двухсмысленностей и каких-то вот недосказаний. На встрече со студентами Дмитрий Пучков рассказывал о том, как не стать жертвой мошенников в интернете, что каждый человек оставляет за собой цифровой след, и о том, что однажды неверно принятое решение может перечеркнуть всю жизнь. Виктория Шара и Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других темах дня. Минтранс предлагает штрафовать авиакомпании за недостоверную информацию о билетах. Сейчас готовят проект закона об этом. Такое решение предлагают в качестве ответа на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления проездного документа теряют деньги. Для 35-летнего Самарца знакомство в интернете с девушкой обернулось финансовыми потерями. Как сообщили в полиции, мужчина договорился со своей знакомой о встрече в театре. Девушка прислала ссылку на сайт для покупки билетов. Бронирование не подтвердилось, и мужчине прислали новую ссылку. В итоге с карты списали 15 тысяч рублей, а девушка удалила свой профиль в интернете. Возбуждено дело о мошенничестве. Полиция призывает не переходить по неизвестным ссылкам. Самарская вертолетная площадка вошла в десятку мест, куда можно пойти с любимым человеком. Топ самых романтичных мест составил сервис путешествий. В рейтинг также попали достопримечательности во Владивостоке, Тюмени, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове. Самарская вертолетка оказалась на девятом месте рейтинга. Площадка расположена в Красноглинском районе города и является одним из мест протяжения жителей. С вертолетки открывается панорамный вид на Национальный парк Самарская Лука, акваторию Волги и Жигулевские горы. В 2021 году вертолетную площадку реконструировали. Оборудовали пешеходные зоны, смотровые площадки, зоны отдыха и детские игровые комплексы. В последний месяц зимы организму особенно не хватает витаминов. Отсюда усталость, раздражительность и апатия. Медики советуют разнообразить питание для компенсации энергетических потерь. В Роспотребнадзоре назвали богатые витаминами продукты, которые помогут восстановиться. Главные источники витамина С – овощи, фрукты и ягоды, особенно свежие. Витамином С богаты все виды капусты, в том числе квашеная, а также запеченный картофель и красный болгарский перец. Витамином В1 богаты овсяная и гречневая крупы, пшено, бобовая, свинина, печень, хлеб из муки грубого помола. Витамина В6 много в мясе, печени, некоторых видах рыбы, яйцах, крупах, бобовых, картофеле. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Служба отмечает юбилей, ей исполняется 55 лет. Сегодня ее сотрудники решают широчайший спектр задач. Самарская область является регионом самой многочисленной в ПФО армии владельцев оружия. Их порядка 70 тысяч человек. Сотрудники подразделений следят за тем, как они соблюдают правила обращения с оружием. Проверки проходят как в охотничьих угодьях, так и по местам жительства. В регионе действуют 14 организаций, осуществляющих торговлю оружием и патронами к нему. В 2023 году они реализовали порядка 4,5 тысяч единиц служебного и гражданского оружия. В рамках государственного контроля в 2023 году проведено порядка 700 проверочных мероприятий, по результатам которых составлено 222 протокола. В настоящее время сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-решительной работы решают широчайший спектр задач, стоящих перед Росгвардией. Именно на них ложится основная нагрузка по работе с населением. Именно они следят за обеспечением безопасности важных объектов жизнедеятельности Самарской области. Успешно проводится работа по применению современных цифровых платформ и технологий. Через портал Госуслуг в минувшем году было получено более 46 тысяч заявлений на предоставление Госуслуг в установленных сферах деятельности. Все услуги были предоставлены в полном объеме. Самарские команды будут представлять наш регион в премьер-лиге КВН. Напомню, юбилейный 35-й международный фестиваль клуба веселых и находчивых «Кивин-2024» проходил в Сочи в январе. В нем приняли участие около 600 команд со всей России и стран СНГ. Самарскую область представили Оргкомитет движения «Самарский КВН» и 25 команд. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки. Четыре команды вышли в премьер-лигу. Это команды «Волга», «Самарский государственный социально-педагогический университет», «Сборная Самарского политеха», «Самарский государственный технический университет», «Клевер», «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения» имени Дмитрия Козлова и «Уголок чудес», «Самарский государственный аграрный университет» и «Самарский государственный технический университет». Эти ребята, которые принимают участие в этом движении, в дальнейшем становятся прекрасными руководителями, просто замечательными людьми, профессионалами своего дела. Не значит, что они станут артистами, но творчество помогает им в развитии и коммуникации. Я очень рад, что у нас это очень сильно развивается, поддерживается и региональными властями, и непосредственно властями городского круга Самары. Это здорово, что взаимодействие это есть, и что видна эта перспектива, развитие, виден результат. Она искала сюжеты для своих картин в самых далеких уголках нашей планеты. В Самаре открылась выставка «Все звери мои» питерского художника Татьяны Капустиной. Автора не стало три года назад, однако коллекция ее работ продолжает путешествовать по России и радовать взрослых и детей. Ксения Баканова расскажет подробности. На Таймыре она рисовала тундру, в Средней Азии – сайгаков, а на Камчатке – оленеводов и тюленей. На картинах художника Татьяны Капустиной каждый звери лептится со своим выражением лица, характером и взглядом на мир. В Самаре открылась персональная выставка автора «Все звери мои». Помогли в ее организации близкие друзья и наследники творчества. Она много очень путешествовала, бывала в разных местах, где ее основная цель – это, конечно, наблюдать за животными, рисовать их с натуры, что называется, в естественной природе, делать какие-то наброски. Художника не стало в 2020 году. Она оставила после себя богатое творческое наследие. Пушистые, пернатые, забавные, всегда разные. Ее персонажи узнаваемы и выразительны. Иллюстрации автора украшают страницы книг известных писателей. Посетители выставки отмечают – работы Татьяны Капустиной не только приносят радость. Их главная миссия – напомнить человеку, что о животных важно заботиться и защищать. Даже если посмотреть, например, старые книжки, можно увидеть эти картинки. Поэтому для нас они очень знакомы, вот для меня. И настолько приятно это ощущение детскости. Приходила моя подруга с внучкой, ей очень понравилось. Она ходила, смотрела, ей всего-то 3,5 года. Ей было интересно. Потому что это связь, это связь поколений. Увидеть картины можно в выставочном зале регионального отделения Союза художников России. Экспозиция продолжит свою работу до 9 марта. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Футболисты Крыльев Советов завершили второй зимний тренировочный сбор победой над Волгарем из Астрахани. Хоккеисты ЦСКА ВВС провели заключительную выездную игру ВХЛ. А Анастасия Павлюченкова победила в теннисном дерби Самарской области. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов завершили свой второй зимний тренировочный сбор. В заключительном матче самарцы играли против астраханского Волгаря. Матч проходил в формате трех таймов по 40 минут. У Крыльев в игре приняли участие 22 футболиста. В первом тайме единственный мяч забили астраханцы с пенальти. Во втором Крылья ответили результативными ударами Шитова и Попова. В третьем тайме сначала нападающий Волгаря не реализовал еще один 11-метровый удар. Затем красную карточку получил Обивалин. Оставшись в большинстве, самарцы укрепили свое преимущество, еще дважды поразив ворота соперников. Отличились Соколов и Писарский. 4-1 победа Крыльев-Советов. Хоккеисты ЦСКА ВВС провели свой заключительный выездной матч в ВХЛ. Самарцы в Тамбове играли против местной одноименной команды. Хозяева были настроены решить задачу по досрочному выходу в плей-офф, поэтому старались больше атаковать. Но в первом периоде волжане успешно сдерживали оппонентов, а вот дальше продолжать в таком же духе не получилось, и тамбовчане стали регулярно реализовывать свои моменты. Три раза во втором периоде и еще столько же в третьем. 0-6 поражение ЦСКА ВВС. У самарцев остались две домашние игры против Норильска и Сокола из Красноярска. В Катаре в Дохе стартовал теннисный турнир категории WTA 1000. В первом раунде между собой сошлись две уроженки Самарской области – Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Дарья играла матч на следующий день после финала турнира в Абу-Даби, поэтому была хуже физически готова к игре, но без борьбы не сдавалась. Первый сет остался за Анастасией, вела Павлюченкова 4-1 и во второй партии. После этого Касаткина взяла 4 гейма подряд, но завершить сет в свою пользу так и не смогла. 6-2, 7-6 в пользу Павлюченковой, которая успешно преодолела и второй раунд турнира. Украинка Марта Костюк снялась в самом начале их матча из-за травмы. Теперь уроженка Самары сыграет в третьем раунде против маркеты Вондрушевой из Чехии. Число подписчиков Самаргис на видеохостингах превысило 53 тысячи человек. Напомним, что наш телеканал является одним из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ. Общее число наших подписчиков превышает 92 тысячи. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 860 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах более 400 тысяч. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего два месяца назад, набирает обороты. В нем участвуют уже более 150 тысяч семей со всей России, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Суть проекта проста. Каждую неделю участникам предлагают выполнить легкое задание – посмотреть кино, сходить в музей, приготовить ужин. Главное – всей семьей. 27 февраля пройдет третий большой розыгрыш призов. Участники получат более 4,5 тысяч подарков. Объявлен конкурс на участие в президентской программе управленческих кадров. Информирует телеграм-канал Самарского района. Требования к участникам программы. Возраст до 50 лет. Наличие высшего образования. Регистрация на территории Самарской области. Общий стаж работы более 5 лет. Общий стаж работы на управленческих должностях более 2 лет. Сотрудники органов власти и органов местного самоуправления не могут принимать участие в программе. По всем интересующим вас вопросам обращаться в Самарский региональный ресурсный центр по телефону. 263-44-14. Встретиться с агрессивной собакой – не лучшая ситуация, но такое иногда происходит. Поэтому важно знать, как вести себя правильно, чтобы избежать трагедий. Так как поведение собаки основано на инстинктах, то ее действие, как правило, всего лишь реакция на поступок человека. Телеграм-канал Красногринского района рассказывает, как не спровоцировать агрессию собак. Нельзя смотреть собаке в глаза, улыбаться ей, дразнить. Нельзя пользоваться ультразвуковым свистком. Нельзя показывать свой страх. Собаку без намордника лучше обойти стороной. Телеграм-канал Советского района публикует фотографии обновленного сквера «Самарец» в свете вечерних огней. По задумке архитекторов, сквер оформлен в стиле второй половины 40-х годов 20-го века. Территория наполнена смыслами, которые отсылают к страницам в истории Самары – трудовой безымянки. Сквер преобразился по федеральному проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году «Самарец» занял второе место в рейтинговом голосовании. Его поддержали 25 509 жителей. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова